Сергей Витальевич, ну Братислава это не Белфаст, добираться гораздо ближе, наверное, тоже будет небольшим преимуществом завтра для команды или без разницы? Я думаю, что больше болельщиков приедет, доберется, значит больше поддержки будет. В целом я бы не хотел сравнить две команды, я считаю они обе хороши, то что ирландцы показали во втором матче. Я думаю, что если мы сыграем так же организованно, как сыграли в Ирландии, то я думаю, что результат будет положительный. Как по-вашему, чем могут удивить нас Словаки завтра? Я думаю, они будут играть агрессивно, больше на атаку, большое будет давление оказывать именно на защитников, понятно, что им надо побеждать и я думаю, они попытаются результат сделать в домашнем матче. Понятное дело, что вы не любите рассуждать заранее о результате, о счете, но тем не менее, что завтра было бы благоприятным для вас, для Минского Динамо? Благоприятно забить и сыграть очень надежно, я уверен, что у нас моменты будут, реализовать те моменты, которые у нас будут, но самое важное сыграть именно организованно, дисциплинированно, то, что отвечает нашу команду. В Ирландии у нас были кадровые проблемы, сегодня же у нас целых 20 человек на тренировки прилетело, значит все хорошо у нас? Ну я бы, хорошо, это много ребят, новичков, которые еще не в оптимальной своей кондиции, также у нас еще осталось, ряд ребят осталось дома, которые тоже по ряду причин не приехали сюда. На сегодняшний день я считаю, что лавка у нас достаточно такая обширная, то есть вариаций достаточно много, но надо подвести всех к одному именно физическому состоянию и, конечно, надо сыграться, надо... Многие только одну-две тренировки провели, поэтому здесь буду делать ставки на тех ребят, которые уже как бы знают мои требования. Из новичков только лишь Новоловского мы не успели заявить, в чем причина? Причина в том, что из трех кандидатов надо было выбирать двух, так как Новоловский мало тренировался, то есть он еще не готов функционально, тот же, например, Гаврилой еще находится в игровом тонусе, тот же Корзун уже давно ведет подготовку к чемпионату, вот, а Новоловский только начинает, поэтому выбор был сделан в пользу этих ребят. Ну и, наверное, один из главных вопросов, который интересует многих, атакующая линия Минского Динамо. Собираемся ли мы ее усиливать, либо это пока неуместный вопрос? Мы, конечно, хотим усилить ее и прикладываем большие усилия, но те игроки, с которыми мы как бы... Есть ряд наработок, но я надеюсь, что до конца трасса, как наш, мы попытаемся по максимуму решить эту проблему.